Вскрыть правду. Вот поэтому сегодня я тоже захватил несколько моментов, которые говорят от правды. Это иногда смешно, потому что большинство людей, которые выступают критиками и обливают грязью, они даже никогда не читали ни книг, ничего. Но зато, прочитав, допустим, то же самое славянское знаменитое, слышали уже, да? Тут же начинают безупречно верить в то, что написано. Хотя там написано «полнейшая ложь, фабрикация». Но это их не волнует. Почему? Это их убеждает стопроцентно. Поэтому я получил забавное письмо, и поэтому решил его зачитать, чтобы было... Я не буду называть фамилию человека, это не важно. Важно то, что он написал. Он написал следующее. Какое вы отношение имеете к тамплиерам? Каким образом вы получили недвижимость во Франции? Ну, а скажите, как вы получали недвижимость свою, квартиру? Как вы получали? Молча, да? Вам подарили их? Кому подарили квартиры? Есть такие? Вы знаете, мне пока еще никто ничего не дарил в жизни тоже. Наоборот, только брали от меня. Каким образом? Очень просто. Заплатил и купил. Но почему это так очень интересует? Это меня удивляет. Но неважно. Каким образом? Хотел спросить, а каким образом ты получил, Глубчик, свою собственную квартиру? Тоже, как говорится, мировое правительство подарило, да? Или Ротшильды? Как там пытаются расписать. Вот мне удивляет следующее, что, понимаете, к тому же купил я за деньги, которые я заработал. Я не украл никого, не выехал из России набитыми кошельками, миллиардами, миллионами наворованными. Вот лучше бы они спрашивали у тех, кто ворует миллиардами и скупает недвижимость. Но почему-то на этом сайте никто ни одного такого вопроса не задал. Всем тем десяткам тысяч проходимцам, которые обокрали Россию и продолжают ее обворовывать, и скупают недвижимость. Те деньги, которые я заработал, я заработал в США. То есть к России я никакого отношения не имею. Так что если я, как говорится, обобрал кого-то, то американцев, то в том плане, понимаете? Но опять-таки я обрал кого-то, за свой труд я получил деньги, и на эти деньги приобрел недвижимость. Оказывается, это преступление. И оказывается, за этим стоит глобальный заговор. Дальше читаю. Какое отношение имеет Атамплер, как себя называют, считать и быть, это разные вещи, кроме, конечно, хаос полнейший. Кроме того, просветление и так далее. То есть какого отношения он имел в виду к Атамплиерам? Да никакого отношения к Атамплиерам не имею. Если бы человек хотя бы прочитал мои книжки, то ни в одной книге о Атамплиерах не пишу. А в своей книге «Откровения» Светлана поднимала вопрос о том, что случилось именно с реальными Атамплиерами, которые уничтожены были в XIII веке полностью. Так что если какие-то сейчас существуют Атамплиеры, они имеют такое же отношение к Атамплиерам, как и отношение к балету. Скажите, кто-то имеет представление, какое я могу отношение к балету иметь здесь? Почему-то все улыбаются. Так вот, совершенно не понимать, что Атамплиеры и Иллюминаторы – это все разные тайны общества, которые совершенно друг другу не связаны, существовали в разные эпохи даже по времени. Но, тем не менее, человек, не понимая даже этих вещей, он это все делает. По мне, то, что вы принадлежите к ордену Атамплиеров, подтверждено. По мне, то есть, его уже все. Но я еще не понял ваш вектор цели. Понимаете? Вектор цели он не понял. Но убежден полностью, что он пледен. Не прочитал ни одной книги, не знаю ничего. Но уже все понял. Пока я не считаю вашу деятельность разрушительной и вредной. Даже если цели у вас личные. Да, проблемы личные имею, это у меня личные цели. Постоянно проблемы только сыпятся. Это моя главная цель. Чтобы идти против всех и получать по башке каждый раз при этом движение. Это очень большие личные цели. А моя цель одна – восстановить правду, справедливость. И о нашей стране, о планете, что и к чему было. Не допустимо, что то, что происходит – это маразм. Я это считал, я считаю. И пока мы не пробудимся, если мы не пробудимся, то этот маразм перейдет к последнюю стадию. То есть исчезнет планета. И все. Так что тут выбора нет. Или мы все-таки освободимся от паразитов. Или паразиты сожрут всю планету. Следующий. Ну, так далее. Тут он пишет, что я прочитал все, чтобы не сказал, что я что-то не прочитал. Если услышал это изречение. А то он говорит, прочитай то, что вы хотели, а то, что не хотели, не прочитай. Поэтому прочитай все, чтобы это была полная картина. Итак, если даже вы хотите присоединить зло, даже если вы темный, то хочется получить от вас чистотезречное признание. Что да, я тамплиер. К теме тамплиеров вы неравнодушны. Это вполне закономерно. Интересно. Почему не считаю? Потому что можешь желать творить благое и делать зло. Или желать делать зло и творить благое. Ну, я так не считаю. Если он считает, то его право. Я думаю, что вы не ответите. Но нежно умирает последний. Ну, ответил, но ответ ему не понравился. Хотелось бы услышать от вас ответ в вашей следующей встрече с читателем. Вот, получает. Только не нужно комедии и прочее, как вы любите это обычно делать. Оказывается, я комедию делал, да? А это лишь показ ваше невежество, конечно. Я полный невежда. Я хочу четкий и честный ответ. И пожелание добра. Вы знаете, вот когда читаешь такие послания, и думаешь, у человека желание что? Просто-напросто вякнуть что-то? То есть, действительно, человек не прочитал ничего и так далее, и так далее. Словенск, который очень меня любит, прям больше просто пищит сайт Словенск такой. Если не видел, просто читайте. Получите, по крайней мере, интересное впечатление, опыт приобретите. Потому что такое ахинеи, которое там пишут. Просто, когда я прочитал, Светлана незадолго до ее гибели, убийства, как раз прочитала достаточно. Слушай, наверное, нужно будет сделать, поставить все-таки информацию, реальную информацию, о том же замке, фотографии и тому подобное, и так далее. Эти идиоты дошли до того, что взяли на потолке, где потолк сделан в виде сотовой структуры, дорисовали, сделали, крыльца, шестиконечные звезды, и сказали, вот знаки там такие. Во-первых, расчарую их, шестиконечные звезды иудеями были украдены у тех же наших предков, потому что знак существовал более, по крайней земле, несколько сотен тысяч лет. Вопрос. Если сами иудеи говорят, что они существуют, книжка «Если ты евреи», никто не читал? Почитайте. Там они пишут, что возраст иудейства, то есть как народа появился, четыре с половиной тысячи лет, что они сами признают, то есть это максимально, что они могли выжить. Вопрос. Если знаку несколько сотен тысяч лет, а евреям, иудеям только четыре с половиной тысяч лет, чей это знак? То, что они воровали знаки, давали им другие значения, это не значит, что это знаки их. Но самое забавное, трилистник они причислили к масонским и другим знакам. Извините, десятки тысяч лет этот знак, если не сотни тысяч лет, этот знак случился с символом. И подумайте, почему трилистник – символ? Как вы думаете? Нет версии. Ну, подскажу. Понятие такое «явь» и «нафь» знакомо? Так вот, «явь» и «нафь»… «явь» – это мир живых, ну, понятно, такой плотный мир, «нафь» – это мир умерший, «правь» – это мир, так сказать, богов, «правь». И вот два боковых лепестка означают «явь» и «нафь», а верхний – «правь». Получается, символ стал, отражающий суть ведизма, ведийского мировоззрения, которое заключает в себе гармонию во всех внутреннем и внешнем мирах, и так далее, и так далее, которые, естественно, прекрасно знали о том, откуда наши предки пришли, кто они, что они, и так далее. Но об этом, конечно, образованный, грамотный писатель, который прислал это послание, не знает. Главное, что забавно, не зная ничего, во-первых, там то, что Славянск ввел там, витражи и так далее, и так далее, там всего несколько витражей, которые реально в нашем самке есть. А другие Светлана брала из разных церквей и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы писать о катарах, когда их уничтожали и тому подобное. Так они все это сгрузили в одно, не понимая ничего. Вернее, они это прекрасно понимают. Просто ищут лохов, которым преподносят какую-то информацию, и все, снимки делают и так далее. Вот я специально сделал еще один снимок, реальный снимок из замка, принес сегодня. Вот видите, фотография не очень большая, это потолок в башеньке. Видите такой знак? Это тоже еврейский знак, да? Это свастика, святой вид. И в башне, на потолке, на каждом этаже вот такие знаки. Мы почему-то об этом не знали, но это и не нужно знать, даже если бы это увидели, а мы не поместили. И что самое забавное, что действительно, вот те тамплиеры, которые были, вот если кто-то читал святую книгу, она очень хорошо списала, потому что то, что пишет официально наука об этих людях, полнейшая ложь. Так вот, те, кто действительно, тамплиеры реальные, они защищали девять рыцарей изначально, их задача, цель была защитить детей Радомира и Магдалины. Понимаете? Вот что они ставили целью, ничего другого. И когда крестовый поход был, альбегойский, слышали такого, да? То тамплиеры воевали против крестоносцев, их было очень мало, и как раз они погибли вместе с многими альбегойцами или катарами, защищая их от рыцарей-псов, которые сами те же самые альбегойцы или катары, или дети света, солнца, называли себя, называли слугами дьявола. Но самое забавное, вот в скором времени будет выставлена часть книг, которые Светлана готовила по поводу тамплиеров, и в этой книге она раскопала очень много информации, в том числе и раскопала такой сионский манускрипт, где Папа Римский просто снимает все, за несколько лет до расправы над, как говорится, орденом, аресты уже были сделаны, но еще казни не было, до гибели магистра и его приближенных, он снимает все обвинения против этого ордена, все до одного. Но почему-то этот пергамент, как говорится, шинонский пергамент, называемый, завалялся аж 700 лет, его никто не находил. А очень просто, Папа Римский был хитрый жук. Просто если бы было бы разбито, те, кто пытается уничтожить тамплиеров, он бы вытащил этот пергамент, вот видите, связь с мнением все свинные с ним, и это вот Филипп Красивый с самодеятельностью делал, с его пытался важных богатств захватить. А основная причина, как вы думаете, почему орден тамплиеров был уничтожен? Ну, во-первых, потому что они те настоящие тамплиеры, действительно были. Вот действительно, сейчас я говорю о тамплиерах, раньше не говорил, теперь приходится говорить, кстати. Почему? Потому что они прекрасно понимали суть паразитической системы и понимали, что паразитической системы пытаются накопить богатство для того, чтобы потом осуществить то, что мы сейчас являемся свидетелями. Что мы видим? Все полное рабство финансовое. Все, кто не с ними, это враги и все в нищем состоянии. Не так ли? Так. Они это прекрасно понимали, и чтобы не допустить этого, они создавали альтернативную финансовую систему и добились очень многого. Они стали очень богатыми, как раз они-то придумали банки и так далее, и так далее. Потом, когда они были уничтожены, банки были прикручены, как обычно паразиты делают, уже совершенно по другой цели, с другими функциями превратились в инструмент паразитов. Но если бы тамплиеры не были бы уничтожены, то я думаю, что получить такого, то, что мы сейчас имеем, было бы навряд ли возможно. Потому что они бы не допустили, имея портовещающую систему финансовую, они не допустили захвата финансовой мафии мирового господства во всем мире. У кого-то есть сомнения, что финансовая мафия захватила мир? Есть у кого-то сомнения? Поднимите руки. Странно, ни у одного человека нет сомнений. И думаю, не только сидящие в зале. И сделали в основном из-за того, что вот такими обманом, подлостью, ложью, подкупали, обманывали власть держащих или шантажировали и с помощью их расправлялись с теми, кто им мешал. И они это делали и продолжают делать. К сожалению, неоднократно мы видели это свидетельство в течение прошлых столетий и продолжается и сейчас. Ну, а то, что происходит, допустим, в Ливии, да, вот, забавно. Я не говорю, что мне Каддафи нравится, я, в принципе, не восторг от него, но, по крайней мере, для своей страны он сделал гораздо больше, чем наше правительство нашего народа, не так ли? Гораздо больше. И тут же его объявили врагом и все начали напали. И главное, плевали все на то же самое ООН очередной раз и так далее. Все, так сказать, кинулись, громят, бомбят и так далее. И сразу стал плохой, да? Я помню, несколько месяцев назад, я когда смотрел мельком, знаете, у него новости работают, и когда нужно, обращаю внимание, Каддафи приезжал в Москву, помните, был недавно, да, несколько месяцев назад, в этом году, между прочим, его здесь встречали, насколько помню, наш президент его встречал с улыбкой до ушей, почти как Брежнев рассловывал вообще, щеки и губы, Только до этого пока еще не дошло. А потом вдруг, подписали документы, договоры, да, торжественные обстановки, все это вручено было, я это лично видел. Или это тоже фабрикация, это тоже я придумал, да? А потом, через полтора месяца, или сколько там прошло, оказалось все наоборот, он оказался умерзавцем, подолком и так далее. Тогда, когда подписывали, что не знали, что он подолком и умерзавец. Понимаете, кто-то сказал, вопрос, делайте выводы сами, почему изменилось мнение за полтора месяца, кардинально. Я свой вывод сделал, вы надеясь тоже. Понимаете, поэтому вот смотришь на все этот спектакль и думаешь, ну, неужели всех считают полными идиотами? Ну, неужели сидящие здесь в зале, живущих в стране, правда, они стремятся это делать очень основательно, по крайней мере, с образованием, что происходит, да? Очень похоже на то, что нас, приходя превратить в страну идиотов полного, потому что то образование, которое сейчас навязывается детям, то есть это отсутствие принципа образования, в Америке, между прочим, то же самое, уже отходит эта система образования, которую нам сейчас навязывается, потому что уже там поняли, что то школьное образование, которое получают граждане страны, это просто примитивно, они дважды двадцать четыре, извините, не знают, в принципе, ничего не знают, поэтому сейчас вот тоже мне сказали, когда искали там одну информацию, что сейчас знаете, что возникла ситуация, люди в интернете ищут старые учебники советских времен, где всякие физики преподавали, химии, другие науки, пускай там не все правильно, но по крайней мере не тот марат, который сейчас в книгах, и просят у кого есть такие книги, сканировать и выставлять на интернете, чтобы могли своих детей обучать по этим книгам, то есть понимаете, все больше и больше людей понимают, то, что пытаются сделать, будущее поколение превращает в идиотов, которые не знают, ну понимаете, какое понимание у них будет о прошлом нашей страны, пройдя такую школу, да, где они не знают не только, где там, что какая-то страна в другой стране, какая-то там страна, штата, континенты, они не знают, что в России, где что, где регионы и так далее, понимаете, вот превращают будущее поколения в полный болванов, и чтобы родители не возмущались, пока эффекта нет, но надеюсь все-таки, что реакция будет, потому что будущее, это действительно дети, не мы с вами, которые рано или поздно уже освободим этот мир, правильно, а именно дети, и вот когда из детей делают полных идиотов, когда создается система образования, где им дается только главное, что палочку поставить, галочку подписаться, и что до 10 по счастью умеет, больше не нужно, к примеру, да, вот это достаточно, вот такая система нам навязывается, скажите, должны мы спокойно смотреть на все это, как говорится, и быть баранами, которые годят на бойни, спокойно, безразлично, и так далее, это будущее нашей страны, будущее детей, внуков, живущих в этой стране, поэтому, когда смотришь такие вещи, когда видишь такие действия, думаешь, какие цели ставят те, кто это делает, по крайней мере, по образованию, могу сказать, что с моей точки зрения, это действие явных врагов, я не назову эти действия ничемную, как предательство и действия врагов, и не только действия, поэтому соответствующая реакция должна быть у людей, если бы все, понимаете, вот, что приходится слышать, очень много брушивается для людей информации действительно достоверная, но она очень хитро подана, то есть создается эта информация, создается позиция обреченности, что типа ни черта не делай, все равно, что не делай, все равно ничего не изменится, и многие люди, к сожалению, прочитав информацию, часть информации, правдивая, и мир и прочим, они, о, все, крышка, все, нам крышка, и, а зачем, что делать, все равно ничего не можно изменить, вот, подумайте, для чего это делается, это делается именно для того, чтобы создать депрессию, такую вот, пассивность, чтобы люди ничего не делали, если люди ничего делать не будут, ничего не изменится, Таким образом, возникает простая ситуация. Сами люди обрекают себя быть обреченными. Сами люди соглашают, чтобы им условно глотки перерезали. Потому что бездействие, а особенно кого-то, кто-то дернется, ему в башки дадут, о, он дернулся, в башки дали. А если все дернутся, все в башки дадут? Вот там-то и дело, что боятся люди, боятся люди именно бороться за справедливость. Потому что, а вдруг это пострадает? А скажите, кто не пострадал от всего происходящего? Есть такие? Оказывается, все пострадали. И будет хуже, хуже, хуже. Правильно? И что дальше? Если каждый будет сидеть и сказать, вот, вдруг я высунусь, потеряю работу. А что, работу не теряет и сейчас? Теряет и немало. Правильно? А что, цены не растут во много раз и сейчас? Растут. Страна должна быть самая богатая страна в мире, да? Потому что по тем богатствам, которые есть в нашей стране, кто-то мне говорил, что по запасам алмазов, только по запасам алмазов, то, что было изведано, это давно, уже долго лет назад, много лет назад, то есть не все данные были, Россия может купить весь мир, и еще 30% останется. Только по алмазам. Представьте себе. А мы все живем шикарно, да? Все вы сидите, извините, на золотых унитазах, да? Только скрывайте друг от друга, чтобы никто не видел, да? И, наверное, у каждого под домиком, под земельем, где там дворцы мраморные, да? А внизу халупа какая-то стоит из ветхих досочек, да? Ну, так же, да, у всех это есть. Просто вид делаем, да? Что-то почему-то те, кто богатство страны использует, почему-то у них все не под землей спрятано, а наверху стоит. И не прикрывается они, так сказать, халупами, правильно? Хижинами дяди Тома, да? Понимаете? И что получается? Что вот именно пассивность, которая у нас с вами есть, и служит залогом успеха этих паразитов. Потому что все боятся, потому что есть что терять. У многих есть что-то особо терять. Уже, помните, у Ленина было, нечего терять, кроме цепей. Так уже действительно подавляющее большинство населения страны дошло, что кроме цепей им терять уже нечего. Ну, есть небольшой процент, который тоже уменьшается, который что-то еще имеет. Так вот, мой вопрос. Что делать дальше? Сидеть, ждать у моря погоды? Много дождались? Много изменений? Само-сого что-то произошло? Есть поговорка, без труда не вытащить рыбку из пруда, правильно же? Так а здесь не пруд и не рыбка, здесь более серьезные вещи. Или вот как спрашивают, типа Бозина, кажется, что вот там она прогонит, что вот взять, требует, чтобы каждый человек получал от бюджета долю того, что приходится из бюджета, на его личный счет. Ну, хорошо. Допустим, предположим, что это сделать. Скажите, во что проводится все население? Паразитов? Люди будут получать деньги, ничего не делай, не работай, ничего. А, извините, для того, чтобы эти деньги получать, кто-то должен работать, чтобы это не вскочалось с горшок, правильно, да? А если кто-то получит, рабочий, который работает, получит в 10 раз больше, чем мы, или 100 раз, чем получит зарплаты, он что, будет сидеть дальше работать на той же самой вышке, да? Как вы думаете, будет? Нет. И вопрос, даже если дать это, это что, изменится? Ничего не изменится, это превратится в паразитизм. Потому что нужно не дать, чтобы человек превратился в паразита, а нужно, с моей точки зрения, создать человеку человеческие условия, чтобы он получал достойную зарплату за труд, свой труд, чтобы он мог жить достойно, и чтобы его дети, и он мог быть действительно в полном смысле слова, человеком в полном смысле этого слова. Вот это нужно сделать, потому что любая халява, извините за слово, так, приводит к тому, что человек развращается. А вот эти средства можно использовать для того, чтобы богатство страны дают, для того, чтобы создать страну мощную, чтобы действительно создать условия для людей, которые могли достойно жить в этой стране, и так далее, и так далее. Вот это можно и нужно. Поэтому вот такая деятельность, как вот, считаю, Бозиной, кажется, если не ошибаюсь фамилией, Бозиной, да? Бозиной. Я считаю вредными, потому что она создает нездоровый ажиотаж, нездоровое настроение. Потому что многие, скажите, много людей бы работали бы, потому что их требует душа. Потому что большинство работают не на тех работах, которые им нравятся, а на тех работах, которые их заставляют жизнь. Правильно? Потому что те, чем бы они хотели заниматься, им не дают деньги, чтобы содержать семью, или мест нет, и так далее, и так далее, достаточно. И поэтому, когда человек скажет, вот не нужно работать, сразу получи пожизненную пенсию в определенном размере, в большом размере, гораздо больше, чем зарплата, и подавляющее большинство перестанет работать. И к чему это приведет? Думаю, объяснять не нужно. Я не против, что нужно помогать, но помогать нужно по-другому. Помогать нужно действительно создавать возможность, чтобы человек мог действительно реализовать себя на полную катушку. Вот это нужно создавать. И это, с моей точки зрения, задача государства должно быть. Не просто раздать деньги, которые быстро съедятся, а когда закончатся денежки, что получится? Вы знаете, наверное, в Индии существует каста неприкасаемого. Слышали такое, да? Большинство из них нищие, то есть ничем не занимаются. И не работают и так далее. Занимаются поршайничеством, естественно. Я там не был, но тот, кто был там, говорят, что если вы падаете случайно в тот район, где они живут, и вы не даете деньги, что они делают? Забивают вас камнями. Убивают. То есть они требуют, чтобы им давали деньги. И таких уже стало 300 миллионов из миллиарда населения. 300 миллионов. А эти 300 миллионов нужно кормить тоже, правильно? Кушать хотят все. А когда формируется такой менталитет, что кто-то должен прийти и им дать что-то, а если не дает на чужих собрать, к чему придет? Понятно. Вот в принципе будущее, которое Бозина пытается навязать Россию. Я не думаю, что это правильное будущее. В этом плане очень много нужно, конечно, делать. Конечно, это не по теме моей книг, но тем не менее моя задача как раз и то, что я и моя жена делали, делаем именно дать людям именно понимание происходящего, дать правду опрошам нашей страны и народов, которые живут в нем. И особенно касается русского народа, потому что в нашей стране по крайней мере русы, которые пока еще многочисленный народ, более 70% общего населения, самый бесправный. То есть у нас нет ничего, нам ничего не дают. Стоит только сказать что-то о гордости своей, то есть что у нас великая история и так далее, и так далее, тут же обвиняют в экстремизме, шовинизме и так далее. Но все остальные все что угодно могут говорить, ему позволяют. вот понимаете, мы в принципе хозяева этой страны, имеется в виду коренные народы, в ней не являемся хозяевами. Кто угодно, только не мы. То, что кто-то может говорить по-русски, это не значит, что они являются русами, так, и не значит, что они являются выражателями, выражают интересы страны. извините, я довольно-таки хорошо научился говорить по-английски, стал этого англичанином, или американцем, например. Нет, потому что я был и остаюсь русским, как всегда и был, независимо, где я жил и где я живу. И дело не в том, где ты живешь, а то, что ты несешь себе внутри. Поэтому, если кто-то говорит по-русски, это не значит, что они отражают и выражают интересы коренных народов России, русского народа в том числе. Я, по крайней мере, не видел пока еще ни одного проявления, которое отражало бы заботу и интересы о хотя бы русском народе и о других тоже. Вот у меня есть друзья, которые на Северном Кавказе живут, представители кавказских народов. Там тоже творятся жуткие вещи. Специально создадут условия, чтобы натравлять других, хотя многие народы хотят быть вместе с русскими, так сказать, и не наоборот. И специально создадут условия, чтобы они кидались на нас. Вопрос. Кому это выгодно? Явно не друзьям и не тем, кто заботится о стране. Не так ли? Поэтому здесь вопрос такой. Вот мне писали письмо, может, сегодня даже присутствует, что вот нужно всем нам объединяться, всех, кто болеет о стране и так далее. Согласен совершенно, но объединяться можно только на едином фундаменте. Вот мой хороший знакомый, Юрий Василь Сергеев, он писатель, может, он не знает, княжи остров писал книжку и другие. И вот он сам мне рассказывал, как он собрал у себя дома группу людей, показал им материал о России, все они просто слезы стекли, стекли, душа щипательной ситуации и так далее, и так далее. Я говорил об этом, повторюсь. Но после того, как закончилась передача, когда все утерли слезы от умиления, тут же кинулись друг другу глотки грызть. Почему? Один из них ведист, другой христианин, третий коммунист, четвертый, еще кто-то. И тут же забыли и о России, и обо всем и стали друг другу грызть глотки. Почему? А у них разные позиции. Вот скажите, с такой компанией можно что-то сделать? Невозможно. Сейчас многие бьют себя, говорят, вот христиан, мы православные, да? Православные христиане. А я уже об этом говорил, а как вы думаете, когда понятие православия было введено? Как вы думаете, когда? Скажу. в 1943 году, во время войны, православное, вернее, христианское русское революционное церство называется православной. Ну, все себе бьют грудь, что мы православные. Извините, какое отношение православие имеет к христианству? Да никакого. Потому что православие в том оригинальном варианте, который почему-то называется язычники и неязычники, неоязычники всех называют, никакого отношения не имеет ни к религии вообще, потому что истинный ведизм это атеистическое понимание. Там нет веры в богов, просто хитро подменили. Просто наши предки богами называли людей, доставшие уровни влияния на пространство, на материю, то есть высший уровень творца. Их называли богами. Но не значит, что они были богами в том смысле, как понимается сейчас. Хитро делать, берет слово, дается другое значение, и уже людей обманывают. И то, что я в своих книг делал, которые запретили к Нью-России Крис-Глах, Ясный Сокол, да, кстати, о Ясном Соколе как раз заговорил, сейчас неинтересная информация есть. непопытная информация есть по поводу Ясного Сокола, все больше и больше подтверждающие. Просто одна из читателей прислала мне письмо по поводу Ясного Сокола, и то, что я писал, рассчитал, где находится взлетная площадка, с которой Настенька улетала, в районе Уфы, ну, помните, кто читал. Так вот, по недавнему археологическому раскопку установили, что здесь шла очень интенсивно район Уфы, шла активная торговля, найдены золотые украшения, предметы, ремесла. У археологов возникает вполне закономка, почему именно территория сомненной Уфы была центром торговли в давние времена. Вот город на месте слияния рек Уфы и Белая обозначен на средневековых арабских и испанских картах. На месте градища Уфа-1 найдено множество бытовых и вредных в том числе вензантийского происхождения. Факт существования крупного древнего города на месте Сорвена Уфы поставил хребу иначе взглянуть на экономическую географию раннего Средневековья, сказал Игорь Кызласов. Уфа находится в стороне от Днепровского и Волжского торговых путей. Кроме того, городов, датирующих в пятом веке, нет ни на Днепре, ни на Волге. Возникает вопрос, что же тогда привлекало людей в это место? Каковы были экономические посылы возникновения городов на территории нынешней Уфы? Не менее важно выяснить то, какая форма государства была у людей, живших в этих местах. Забавно? И вот ссылка на статью идет. Так вот, оказывается, оказывается, там был крупноторговый центр, именно в том месте. Случайное совпадение, именно в том веке, в котором описано в сказе. Забавное совпадение, да? То есть, понимаете, все больше и больше фактов, подтверждающих то, что книги излагал. Просто, к сожалению, многие бесятся от того, что я беру материал и раскладываю, анализирую, делаю выводы. А они, материал читая, этот вывод не сделали. И в результате я становлюсь для них врагом. Извините. Если они не знают и не понимают очень много вещей, это разве моя проблема? Я виноват в этом тоже, да? Получается. Потому что, а как же так? Он это сделал, а мы это не увидели. Так надо, с моей точки зрения, если кто-то сделал положительно, вот археологи нашли что-то забавное, это же радоваться нужно, а не висеться. Так вот, насчет объединения. Конечно, нужно объединяться, только объединение возможно на едином фундаменте. Потому что, вот тоже еще одно сообщение мне пришло на мой сайт, о том, что вот, ну, с кем объединяться? Типа, Тряхлябов слышали такое имя, да? Слышали, да? Мы уже один раз, я высказал, потом года два назад, но видно, он подумал, что время прошло, теперь опять можно продолжить то, что нужно, что он делает. Вопрос, я его никогда не трогал, ни его, никого другого. Я просто делаю свое дело, даю те знания, которые я имею людям. Никого, не давая ни оценок, ничего, хотя мог бы сделать. Но, в принципе, в прошлый раз, когда мне прислали ссылку, где он говорил о том, что я офицер Ротшильда и тогда тайна Ген-Ватикана, ни много, ни мало, я тоже там услышал весьма интересную вещь. Там он заявил, там у него спрашивают по поводу гречки, повторялся так вот. И если бы кто, понимаете, я не люблю предсказать другие слова, но когда человек сам говорит, то я надеюсь, можно верить тому, что сам человек говорит о том, что он думает. Так вот, если бы это была какая-то информация кого-то, чего-то, я мог бы сомневаться. Но когда сам Трехлебов заявляет, что для того, когда мы прожарим гречку при тем, как сделать гречную кашу, мы повышаем энергию янь. А янь отвечает за эту духовность. Поэтому вывод простой. Вот все спрашивают, как поднять духовность, да? Жить и гречка прожаренную. И сразу ваша духовность, фух, да не мезвите. Ну, извините, после этой фразы, сказанной им лично и записанной видео, между прочим, его встречи, мне не нужно дальше его книжку читать. Понимаете? Потому что то, что опять-таки он делает, он мишанину сделал из ведизма, индуизма, буддизма, черт не знает чего, наплел абсолютную идею, божественное проявление, что все могут, тоже опять-таки, гречную кашу пожуя каждый день, обжаренную, только не забудьте, обжаренную, сразу вы проявите свою божественную сущность. Так что, дорогие мои друзья, проблема очень быстро решается. И вот опять-таки, недавно он прислал мне, так сказать, человек один, что Трехлеппу на второй минуте 31 секунды сказал, по поводу меня, опять-таки, что на последнем, которое было, это письмо от 8 марта, перед этим, какое было последнее, он заявил, что опять-таки, что я провокатор, оказывается, и что твой моська лает, а караван идет. Ну, может быть, я и моська. Но вопрос, какой караван идет? И куда? Его караван идет? Поэтому, знаете, вот еще там человек спрашивает вопрос о другом, о Шамчуке, но я не читал его высказания, поэтому ссылаться не буду, потому что я должен сам прочитать, изучить детально. Но вопрос, как можно опираться на человека, который пудет мозги? И что самое главное, тоже мне сообщили, он теперь особо боится, потому что последний вид, когда я был во Франции, он, когда во Франции был, он решил, думал, что он, ага, он теперь, пока меня нет, может что-то вякнуть на своем выступлении. Но перед этим он в кругу своих соратников говорил, я как-то раз был на выступлении Левашова, когда-то он был, не знаю даже, вот я ему послал мысленный сигнал на вызов его на туэль, типа на поединок, а он мне не ответил. Значит, какой он типа, и так далее. Во-первых, если он послал мысленный, во-первых, если он сидел в зале, то что послать мысленный, встань и скажи. Значит, он такой храбрый, что спрятавшийся за всеми сидящим в зале, мысленный послал. И главное, что он не ответил, он так обрадовался, он так обрадовался, что я не ответил на его сигнал. Вопрос, а он хоть знает, что такое телепатический сигнал? Он хоть знает, как его посылать? И к тому же, если его сигнал телепатический не выделяется на общей массе сидящих в зале, у каждого смысла, каждый имеет мысли свои, понимаете, да? Потому что каждый человек, сидящий здесь, он мыслит, у него есть свои мысли, и знает он или нет, они, так сказать, не распространяются в окружающем пространстве, как он думает. На самом деле распространяются. Просто я, например, не слушаю чужие мысли, потому что считаю это неэтичным. А только в критические ситуации, если бы он хотя бы знал немножко обо мне, я говорил об этом, что когда я получаю информацию об угрозе, другим или мне исходящей, или такие опасности, тогда я смотрю, ага, бам, и блокирую. Обычно такой человек засыпает и спит все время. Хотя это было неоднократно. Не важно, чтобы я присутствовал на месте сейчас. Это когда я по интернету проводил, когда в зал приходили провокаторы, все как один засыпали и просыпаю, потом требовали, а почему они ничего не сделают, там провокации не сделают и так далее. Вот и все. Но, во-первых, сражаться с кем-то, можно, я сражаюсь только с врагами. Если он говорит, что он враг, тогда я принимаю его вызов. Только пускай хотя бы словесно скажет. Только, извините, там уже, если будет битва, то тогда уже с врагом я не соскаюсь. Так что, пожалуйста, сделай официально, что я враг, я против всех и вся. Я против Родины, я против правды об истории и так далее. То, что, допустим, я пытаюсь занести те книги, которые читают, и люди очень многие читают именно это, и именно выносят из моих книг именно это, а не какой-то бред силы кобылы. Потому что сколько приходят письма, и молодых ребят, в том числе, которые пишут, что благодаря, что действительно у них появился смысл, цель жизни, что они гордятся то, что они живут в этой стране, в великем прошлом своей стране и так далее. И таких писем сотни. Если вот это он считает, что это плохо, что я внесу вред, ну хорошо, значит, я его враг, как он считает. Пожалуйста, я готов принять вызов. Но я не уверен, что он выиграет. Так что, понимаете, пока он ведется как подлый трус. Помните, как Леопольд, подлый трус, выходи. Он ведет себя весьма подло. То есть, среди своих окруженных, приближенных, он может вякать, что вот, он такой крутой, что он там послал мысленный вызов на дуэль. А Левашев такой трусливый, оказался, не ответил. Ну вот я не мысленно, а стовесно говорю, пожалуйста, если вы считаете, что правда о великом прошлом нашей страны и народах, ее населяющих, является злом, значит, вы мой враг. И тогда действительно я готов принять вызов. Жду подтверждений. Вот, поэтому, знаете, вот объединяться, да пожалуйста, ради Бога. Но с кем? С трехлебом объединяться, да? Вот скажите, можно с таким человеком объединиться? Вот кто сейчас в зале считает, что можно? Главное, я же ни его не трогаю, хотя я не трогаю ничего, моя задача не кого-то там облить грязью. Я даю ответы на свое понимание, разъединяя те моменты, которые мне удалось понять самому. Потому что многим людям самим сложно разобраться во многих вещах, потому что для этого им нужно иметь дополнительные качества и способности, которых по тем причинам у них нет, или они не развиты. Но значит, что эти люди обречены быть невежею. Нет. Потому что, если мне удалось что-то понять и осмыслить, и это весьма реально подтверждается реальными факторами, то я считаю, что необходимо поделиться с другими людьми. И по тому количеству людей, которые читают книги, и которые после того, что у них все стало на свои места, разложили по полочке, у них возникло понимание происходящего в мире и в стране и в них самих, я считаю, это важно. Потому что до этого у них понимания не было. И очень многие люди, которые присылают письма, не только молодые ребята, которые только на пути становления, а присылают люди, которые по 30 лет искали свои Иерусалимы, идя в разные учения и так далее, восточные и так далее, и после этого получали комбинацию из 23 пальцев, вместо того, типа, как вот в йоге говорят, вот ты жди, когда озарение тебе снизойдет. Сиди и жди. Много вы посидите, вы ждите. И так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому объединяться можно, но можно объединяться и с людьми, у которых есть общий фундамент. Это не значит, что все должны быть идеально согласованы, каждый человек может воспринимать и так далее, мнение быть, но мнение должно быть обоснованным. Я всегда говорил, если человек имеет свое мнение, это прекрасно, но он его должен обосновать. Если это обоснование ему доказывает, что он вам несостоятельный, то есть ошибочный, то человек должен не стоять упертым рогом, что вот это мое мнение, и мне плевать на все, а для его же пользы привести на правильную позицию. Вот это нормально. То есть человек может ошибаться в своих предположениях, выводах, но если он ему доказывает, что позиция его ошибочная, он должен эту позицию изменить. Вот это нормально, совершенно. Ненормально с моей точки зрения, когда человеку говорят, слушай, это вот так и так, и доказывается, а он все равно стоит на... Потому что его родное, близкое к душе, как говорится, рубашка к телу прижата, а это сам выстрелил, вот поэтому он его будет держаться, а все остальное для него хоть, как говорится, трава не растягивает. Вот это, я считаю, неправильно. Поэтому объединяться, пожалуйста, всех, кто действительно болеет о стране, о том, что о будущем страны, хочет возродить и действительно великую страну, в котором все коренные народы, опять подчеркиваю, коренные народы жили в дружбе и согласии, и жили так сотни тысячи лет, вот это нужно добиться. И это в нашей силах, потому что потом уже никого не будет. Потому что если будут продолжаться, что продолжается, наша страна превратится в пустыне, она уже к этому идет. Не так ли? Именно об излюжительной пустыне. И что? Пускай тогда японцы заселяют страну, да? Или китайцы? Кто не в курсе основная причина конфликта Сталина и Мао Цзэдуна? В курсе, нет? Ну, проси еще. Дело в том, что Мао Цзэдун в свое время предложил войти в состав СССР Китаю 16-й республикой. Сталин ему в этом отказал. Мао Цзэдун дико обиделся на Сталина. Потому что при всех минусах, которые были у Сталина, которые сейчас не будем дотрагивать, он был все-таки государственник и не дурак. Он прекрасно понимал, что как только Китай станет одной еще республикой Советского Союза, то сотни тысяч, сотни миллионов, по крайней мере 200-300 миллионов китайцев растекутся по Советскому Союзу, а через некоторое время уже Советский Союз превратится в Китай. Сомнения у кого-то есть в этом плане? Так что Сталин был не дурак, а Мао Цзэдун тоже не дурак, видите, как захотел, но он после этого очень сильно обиделся на Сталина, что Сталин так и был. Поэтому наша с вами задача именно чтобы понимание, чтобы действительно у нас мы не были произносили слова собственного родного языка и понимали смысл этих слов. Потому что большинство слов, которые мы произносим, мы говорим попугая, не понимаем, что за ними стоит. А вот когда мы начнем понимать, когда начнем понимать, что стоит за каждым словом, вот тогда мы обретем силу. Потому что сколько было случаев, когда люди просто-напросто, когда я написал насчет, когда Светлана сказала, почему всегда говорят, русский язык и русские люди, французы, французские и так далее. Я думаю, действительно, почему? Потому что мы русы, а наш язык русский. И вот как люди пробовали произнести слово я рус, ну, такого генетика соответствующая, у другого, у меня другое слово должно резонировать, у человека проходили болезни, у человека притряхло, у меня как говорили, что как какая-то шкура сдирается из спины, мужчина, между прочим, что когда он настроился, так и произнес, то как будто что-то содралось его болезненно очень сильно. Оказывается, одного правильного произнесенного слова достаточно, чтобы человек стал чувствовать и воспринимать совершенно по-другому. от одного слова, а представьте, если таких слов будет много. Поэтому к тому, что еще говорится, я хотел еще сказать следующее. По поводу того, что, опять-таки, о том, что я говорил, о том, что, так сказать, раскладывают те же самые славяновские и арийские веды, просто если то, кто напечатал, их напечатал, им великое спасибо, но если они не в состоянии понять смысл того, что написано, это является их бедой, а не преимуществом. И большое спасибо, что они перевели на сервис русский язык, который большинство людей может прочитать. Но вопрос, типа, то, что делается, вот то, что мне не нравится с моей точки зрения, то, что сейчас действительно превращает превратить ведийское мировоззрение в религию, где люди заставляют тупо, бездумно повторять какие-то заклинания, какие-то славицы того или иного Бога, ну, предков наших, так сказать, но они даже не понимают, кто и для чего составляет славиться. Эти славицы нужны были в ночь сварога, потому что обращаясь к кому-то конкретно, вы знаете, что такое, когда вы обращаетесь к кому-то, что означает? Знаете, нет? Как вы думаете, что происходит? Вот вы настроились обращать мысленно кому-то, конечно, это не каждому удается, в зависимости от мощности у вас посыла, но если много людей обращаются, это уже достигает. Знаете, что происходит? Вы мысленно подключаетесь к тому, к кому вы обращаетесь. То есть, получаете своеобразную защиту от того, к кому вы обращаетесь. Забавно? Просто, конечно, объяснять это все в те времена, когда люди были отброшены на уровень каменного века, было сложно. А вот сказать, утром встал, славицу прочитал, и все хорошо, да? Действительно, она действовала. Ну, во-первых, те, к кому обращаются, уже давно-давно имеют другие имена, потому что имена не являются постоянными, сакральные имена. Курси об этом? Что, когда кто-то развивается, достигает следующей ступеньки, имя меняется. И она соответствует тому уровню развития, который имеет данное существо, ну, человек в этом случае. Поэтому, большинство случаев, когда обращаются к тем, к кому обращаются, к которым было 30, 40, 50, 100 тысяч лет назад, они уже не обращаются в пустоту. То есть, польза такого обращения ноль. Если когда это создавалось, оно имело цель и смысл, то сейчас это бесполезно. И плюс, опять-таки, они не боги, они просто высшедшие на уровень творения. И об этом четко говорится в Славе Нарийских Ведах. Плюс, опять-таки, я уже один раз это говорил и показывал, что мне, как раз, после того, как я материалы свои укладывал и так далее, и так далее, мне были переданы, мне и моей жене были переданы знаки. Вот один из знаков. Вот я показываю еще раз. Это Святодар. Это знак Дарии, если кто знает. И материал очень, просто фотография большая, потому что сами знаки, они очень небольшие. Поэтому я показал, так сказать, вот, вот видите, какой значок? Сложно увидеть, да? Поэтому фотография, а вот его фотография. Здесь уже лучше видно, да? Так вот, этот знак вы не можете ни купить, ни обменяй, потому что его вручают тем, кому считают достоин. Наверное, не в барахолке вручают, понимаете? Ее вручили тех, кто хранители, которые настоящие хранители, для того, чтобы я мог при необходимости, для меня этот знак не нужен, понимаете, да? Этот знак нужен, чтобы я мог показать для тех, кто кричат, на ком право он вякает что-то. Так вот, я имею право больше, чем многие другие. Этот знак дает мне такое право, официальное. Если кто, посмотрите, знак Святодара, и там есть определенные точки и так далее, вот знак Светланы, тоже Святодар, только другой. Они отличаются, потому что у нас разные, так сказать, методы подхода, если она воспринимала по-другому, чем я, и так далее. Поэтому знак отличается. Во-первых, женский знак, видите, а это мужской знак. человек. Поэтому, если кто-то из тех, кто, можно сказать, псевдо-ведистов кричит, на каком основании там Левашов чем-то вякает, так вот я могу сказать, и я вякаю, потому что имею право, потому что я имею знания и право, которые не я себе сам присудил, и не я себе назначил на что-то и так далее. Я никуда ничего не назначил, мне не нужно никаких назначений. То, что я делаю, я просто-напросто пытаюсь помочь тем, кто нужно, кто хочет проснуться, понять и так далее. Почему? Потому что мое мнение, мое убеждение в том заключается, что единственная возможность нам победить паразитов это идеология. Вот идеология, которую я излагаю в своих книгах, это действительно идеология. Почему они так взбесились? Потому что она прекрасно понимает, что если молодые ребята пишут, что у них появится смысл жизни, они гордятся тем, кто они есть, что родились в этой стране, уж таких ребят сложно будет потом куда-то заставить пойти не в ту сторону, правильно? Потому что у них появился стержень. И этот стержень очень важен, потому что без этого стержня, если у людей не будет такого стержня, они просто как амебы. Нравится это или нет? Из них можно лепить все, что угодно. И что паразиты делают. Посмотрите, что происходит молодым поколением сейчас, да? Кроме банки пива и секса, у них ничего, и денег, бабла, как они говорят, ничего нет. Вопрос. если все, кто желают получить бабло, получат, сколько получат на каждого из них? Немного, правильно? Так что, когда думаешь, что вот я получу много денег и то, и другое, то оказывается, это просто морковь, которую вешают специально, как перед носом, чтобы водить за нос и дурить. А вот если мы действительно поймем, что идет война идеологии и что уничтожается культура, язык, прошлое, ведь без прошлого нет будущего. Народ и нация не может существовать без прошлого. У нас сейчас отнимают даже остатки того, что было, то, что коммунисты не отняли еще, да? Когда правили. Пытаются и отнять, потому что ту историю, которую сейчас преподают в школах, это вообще полный абсурд и нонсенс. Поэтому именно задача нам, если мы хотим, чтобы мы сохранились как нация, как народ, чтобы наша страна осталась и стала тем, той страной, которая должна быть, а на самом деле она имеет возможность действительно возродиться из, как пишется Феникс, это образ, но тем не менее, то, что сколько уничтожено было в нашей стране, это несоизмеримо, но в любом случае пока не всех уничтожили, правильно? И то, что люди остались, если мы действительно будем бороться за справедливость, это не значит, что надо выходить с пулеметами, автоматами, это не выход, потому что без идеологии, без понимания одна группа с пулеметами придет, захватит власть, и что превратится в такую же мафию? В этом было неоднократно. В почте коммунической режима что произошло? Захватившие власть, во что превратились? Так называемые демократы, которые кричали о свободе и так далее, во что они превратились? Нужно говорить. И так будет всегда, пока не будет мировоззрений, которые будут держать стержень, когда честь и совесть у людей не будут нарицательны, как и сейчас. У честных, это дураки только честные, да? Совесть их, но ты дурак, да? Ты не подонок, так вообще идиот круглый. Если не обманываешь, ты вообще кретин, да? Вот эти ценности вы хотите, чтобы были у ваших детей и внуков? Не думаю. Поэтому, для того, чтобы этого не было, необходимо действительно мировоззрение, которое позволит людям действительно гордостью говорить, что он именно житель этой страны, что они гордятся своим прошлым, что у них есть смысл, цель жизни и так далее, и так далее, и так далее. Вот когда такое произойдет, вот тогда мы победим. До этого победа невозможна, потому что любая, так сказать, много людей, вот есть хорошая притча, когда вот человеку сказали, вот принеси коробочку и сказали, вот коробочка, на ней кнопочка, вот миллион долларов. И вот нажмешь кнопочку, получишь миллион долларов. Не нажмешь, не получишь, дается сутки на размышления. И вот был поставлен фильм, поэтому я видел давно его, очень классный фильм, показывает, как вот два человека, семья, думали, это американский фильм, ага, вот мне нужно купить дом, они за миллион могут купить дом, купить машины себе и так далее. И начали смотреть, что коробочки, а вдруг там ничего нет, куда там, видишь, что открыли там кнопочки, никаких проводов никуда не ведут и так далее. Думаю, ну что, а мы нажмем кнопочку, ничего не произойдет, зато получим миллион. А смысл бы такой, что когда кнопочку нажали, они убили еще не родившего своего ребенка. И уже никогда эта женщина ребенка не родит. Неплохо? Смысл хороший? То есть человек, когда у него нет стержня, когда он не понимает, многих вещей, для него вот так, что, а, подумаешь, сдохнет кто-то. Ну и что, главное, что я буду в малине, да, кота купаться. И нажимает кнопочку. Вот понимаете, вот когда у человека вот мировоззрение такого плана, вот это вот, я считаю, это очень ужасно. Потому что ни за какие бабки, как говорят, человек не должен пойти на такое преступление. даже если будет грозить его собственная жизнь, жизнь его семье, нельзя за счет других покупать себе чего-либо вообще. Это очень, подумаешь, мои дети ближе мне, чем все остальные вместе взятые, да? Это только на первый момент. Они понимают, что такое действие приведет к тому, что будет с его жизнь собственными детьми, их потом, детьми, если таковы появятся и так далее. Поэтому самое главное и самое серьезное, что даже действительно должно быть, это формирование мировоззрения, а мировоззрение должно быть только на знаниях, не должно быть никаких религий, которые сейчас пытаются, вот видизм поднимать голову, и сейчас пытаются все враги пытаются превратить видизм в новую религию, чтобы просто вместо одной глупости была другая глупость. Видизм изначально является изначально атеизм всегда был. Атеизм не в вульгарном варианте, как мы понимаем, понимаете? Потому что наши предки прекрасно понимали, вот даже анализ сказан, что существует множество миров, где обитают другие цивилизации, которые похожи на нас, не похожи на нас и так далее. Для них это было так же нормально, как для нас с вами, что существует в соседнем городе, где живут тоже люди, правильно? А не обезьяны или там не с сильными головами, как говорили в некоторых источниках. Понимаете, ведийское мировоззрение это атеистическое выясненное понимание этого слова мировоззрения, понимание законов природы, не только на уровне такого привычного плана, но на других уровнях, потому что именно понимание, что существует, что реальность многомерна, и что эта многомерность не просто так словесна, что она действительно реальна, то это много в чем говорит. Поэтому вот такая вступительная часть лекции, встреча, еще немножко один момент, чтобы показать, как иногда другой аспект. от от Субтитры создавал DimaTorzok